У вас могут быть чудесные желания, но пока вы ждете, когда исполнятся эти желания, вы не должны быть несчастны. Я хочу, чтобы у меня были дети. Хочу, чтобы мои дети любили Господа. Хочу жениться. Это чудесно. Это желание – дар от Бога. Но пока вы ждете, вы не обязаны быть несчастны. Я Пол, вы здесь не случайно. Бог не закончил работать с вами. Ваши лучшие дни впереди. Вы имеете победу в жизни. Потому что Иисус живет в вас. У кого из вас есть желания, которые не исполнились пока что? У большинства присутствующих есть нужные желания, которые пока что не исполнились. Это не значит, что они не исполняются. Или что это плохие желания. Бог дал нам дар желания. Желание – это дар. Мерфи постоянно живет с желаниями. Он постоянно ворует что-то у нас дома. Он ворует еду. Он постоянно голоден. Он ведет себя так, словно мы никогда не кормим его. Мерфи, мы кормим тебя каждый день. У кого из вас есть собака, которая живет в доме? Ваша собака приходит на кухню, когда кто-то достает еду из холодильника, из шкафа? Наша собака всегда рядом. У нас четверо маленьких детей. Каждый раз, когда мы ставим еду на стол, Мерфи ищет возможность украсть ее. Он постоянно голоден. Он постоянно ведет себя так, словно умирает от голода. Соломон говорил об этом в Екклесиаста 5.10. «Хочешь больше, Мерфи, но тебе всегда мало?» Вот тебе вкусняшка. Посмотрите, сейчас он съест. И как только он закончит есть, его взгляд перейдет к следующей. Вот, он хочет еще одну вкусняшку. Это то, о чем говорил Соломон. «Ты хочешь больше, но тебе всегда мало?» Мы живем в обществе, которое одержимо жаждой больше. Больше, больше, больше. Мы скачиваем больше приложений, которые разогревают в нас аппетит к вещам, которых у нас пока нет. Вот что думают некоторые. «Как только у меня появится это, я буду счастлив». «Как только я женюсь, все будет хорошо». «Как только мы купим дом, все наладится». Но потом ты скачиваешь Зилу и начинаешь смотреть на дома других. Ты скачиваешь другое приложение и начинаешь смотреть на жизни других. Ты видишь их машины, их имущество. Ты видишь людей с детьми и думаешь, «Если у нас появятся дети, если у меня будет сын или дочь, если у меня будет то же, что у них, то я буду доволен». И вот в чем дело. Когда вы голодны, все и все вокруг становятся вещами. Все становится предметом, который вы используете ради своей выгоды. Когда он появляется у вас, вы думаете, что станете счастливы. Но нет. Соломон говорит, что это лишь растит желание. Это бездонная яма. В Библии был человек, который жил с таким менталитетом. И это разрушало его жизнь. Мы читаем о нем в Бытие 25-27. Там сказано, «Дети выросли». Этих детей звали Исаф и Яков. Они были внуками Авраама, отца нашей веры. Помните, у Авраама много сыновей. У Авраама родился Исаак. У Исаака родилось двое сыновей, Иаков и Исаф. Когда они вышли из утробы матери, то уже соревновались. Они уже пытались понять, кто привлечет больше внимания, кто получит одобрение мамы, кто станет любимым сыном. Они постоянно боролись за большее, большее, большее. Я голодаю, голодаю, голодаю. Мне нужно больше внимания, больше одобрения, больше комплиментов. Мне нужно, чтобы папа смотрел на меня. Мне нужны комплименты мамы. Больше, больше. И стал Иаков человеком искусным в звероловстве, человеком полей. А Иаков человеком коротким, живущим в шатрах. Исаак, отец сыновей, любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его. А Ревекка любила Иакова. Хочешь? Он знает, что ему нельзя. Сиди там, не двигайся. Хочешь, Мерфи? Он пошел. Еда. Хочу супа. На улице холодно, идет снег. Моя плоть жаждет супа. Тогда Исаав сказал Иакову, дай мне супа, и я умираю с голоду. Будьте осторожны с теми, куда вы идете, когда голодны. Будьте осторожны с тем, кому вы звоните, когда голодны. Не все связаны с вашей судьбой. Некоторые готовы забрать у вас все, когда видят, что вы устали и голодны. И так, Исаавом управляли желания. Либо желания будут управлять вами, либо вы будете управлять желаниями. В обществе, которое потакает желанием плоти, Бог ищет людей, которые говорят, я не голодаю, я доволен в Господе. Да, у меня есть желания, но они не будут руководить мной. Когда вы призываете Дух Святой, у вас появляется плод самоконтроля. Это плод, о котором мало говорят в церкви. Но сегодня я хочу поговорить о нем. Мы не должны жить несчастные в нашем голоде. Мы можем быть довольны. Иисус сказал в Иоанна 10.10. Вор приходит, чтобы украсть. Мерфи ворует у нас еду. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Итак, Иисус приходит к брату и говорит, дай мне миску супа. А брат говорит, хорошо, дам, но при одном условии. Продай мне свое первородство. Продай свое будущее. Мерфи постоянно запутывает меня. У меня такое чувство, что будет как в Бетховене. И он протянет меня через зал. Сколько? Насколько твое будущее и твоя цель важны для тебя. Когда я не думаю о голоде, то любая еда кажется хорошей. Вы понимаете, о чем я? Мы начинаем поддаваться всем желаниям плоти. Исав говорит Иакову, слушай, я умру, если не получу желаемого. Преувеличение голода. Это вторая часть проповеди. Когда мне кажется, что я не получаю того, что хочу, я преувеличиваю боль от голода. Иаков говорит Исаву, если так хочешь, продай мне свое первородство. Исав говорит, зачем мне первородство? Я тут умираю. Дай мне миску супа. Дай мне вкусняшку. Дай мне того, чего хочет плоть. Тогда Иаков сказал, поклянись и он поклялся. Он продал свое первородство за миску супа. Я хочу дать вам пять способов, чтобы перейти от голода к довольству, чтобы жить довольной жизнью. Вы готовы? Первое. Чтобы быть довольным человеком, я должен принять терпение. Аминь. Терпение искусство ожидания. Терпение говорит, я могу подождать с хорошим отношением. Я не должен жить несчастен, ожидая исполнения желаний. Кстати, Бог не против наших желаний. Он хочет, чтобы ваши практические желания исполнились. Он дал нам дар желания, но хочет, чтобы мы жили с терпением, пока оно не исполнится. Я спросил в начале проповеди, у кого из вас есть желания, которые не исполнились? Большинство подняли руки. Если бы мы были действительно честны, то руки подняли бы все. Бог говорит, я хочу исполнить эти желания духовно и практически. Это может касаться отношений, дружбы. вы переехали в Талсу и говорите, я хочу друзей, мне одиноко, я сам, я смотрю дома, я хочу, чтобы у меня были дети, я хочу, чтобы мои дети любили Господа, я хочу жениться. Это чудесно. Это желание дар от Бога, но пока вы ждете, вы не обязаны быть несчастны. Вот где нужно терпение. 1 Коринфянам 13 4 говорит, любовь может ждать. Если он не может ждать, он не любит вас, он хочет вашего тела, любовь терпелива, она может ждать. Песни песней 8 4 гласит, не будите и не тревожьте возлюбленной или любовь, доколе ей угодно. Иными словами, есть угодный день для исполнения желаний и мечтаний, которые Бог дал вам. Он дает эти желания, потому что хочет исполнить их. И пока вы ждете, не теряйте терпения. Терпение не означает, что у вас нет страсти. Терпение это когда вы направляете свою страсть к цели, а не к удовлетворению. Да? Ведь страсть без терпения приводит к ненужным последствиям. Страсть без терпения приводит к импульсивным решениям. Это касается не только секса, но и денег. Если вы хотите больше одежды и обуви, и видели, как друг купил новый костюм, и говорите, я тоже хочу, но у вас нет денег на это, и вы оставляете терпение, берете кредитку, и покупаете обувь, костюм, и после этого вы пять лет пытаетесь выбраться из долгов, потому страсть без терпения приводит к импульсивным покупкам, которые приводят к ненужным последствиям. И то же самое касается отношений. Мы с твоей мамой поженились в 20. Что мне делать? Мне так одиноко. Я одинок, умирая с голоду. Мы преувеличиваем свою боль. Боль реально. Но я говорю вам о том, что вы не должны быть несчастны. Просто не должны быть. Второе. Чтобы перейти от голода к довольству, нужно жить с видением. Без видения, как сказано в притчах 29-18, люди не обузданные. Когда люди не знают, зачем им ждать, скорее всего, они не будут ждать. Из-за этого они поддаются тем желаниям, которые настигают их. Мы мальчики любят пончики. Я взял с собой пончики. Каждый раз, когда мы идем за пончиками, мальчики рады. Они видят шоколадные пончики, глазурь, посыпку. Обычно мы ходим в Daylight Donuts или Krispy Cream. Люди в этих местах знают нашу семью. Они начинают напивать. Я знал, что у тебя проблемы, когда ты вошел. Наши мальчики устраивают хаос. Они кричат, смотрят на пончики. Хочу, дайте, дайте еще. Они кричат пончик, пончик, пончик. Они любят пончики. Кто любит пончики? Наши парни любят их. У нас пончики раз в неделю. Я говорю им, я куплю вам пончики, но вы сможете съесть их лишь дома. Если вы попытаетесь съесть их в машине, вы все запачкаете. Они говорят, пап, дай подержать коробку. Я должен ощутить ее, как наркотики. Это понюхать помадку. Дай понюхать помадку. Я умираю с голоду. Я умру. Мне нужен пончик сейчас. Ты только что покушал. Мне нужно. И даже в общении с Богом. Господи, мне нужно. Я хочу это. Я вижу, как остальные получают. Почему я не получаю? Бог говорит, получишь, получишь в нужное время. А пока найди видение. Когда вы не знаете в котором часу ужин, вы начинаете хватать все подряд. На один день святого Валентина я чувствовал себя очень одиноко. Я оделся во все черное, скорбел. У всех моих друзей были свидания, подружки. И мой отец спросил, почему ты такой грустный? Мне бы хотелось, чтобы у меня была девушка. У меня есть желание в сердце. Я умираю с голоду. Хочу отношений. А он сказал, нет, ты не умрешь с голоду. Нет, умираю. Ты не знаешь, каково это. Ты не знаешь, каково это. Ты женат. Ты женат всю жизнь. Нет, мы с твоей мамой поженились в двадцать. Что мне делать? Мне так одиноко. Я одинок, умирая с голоду. Мы преувеличиваем свою боль. Боль реальна. Но я говорю вам о том, что вы не должны быть несчастны. Мой отец сказал, Пол, поведи свою бабушку на свидание. Я подумал, так, так, поведи бабушку на свидание. Я позвонил бабушке и спросил, Ба, ты хочешь пойти со мной на свидания. Я шучу. Конечно хочу. Забери меня в семь. Куда мы пойдем? Я сказал, у меня есть подарочная карта Виллиджен. Она сказала, хорошо. И мы поехали туда. Мы заказали с ней по шоколадному шейку. Это было лучшее свидание на день Валентина с бабушкой. Я перешел от голода к довольству. мне лишь нужно было изменить точку зрения. Мне нужно было чтобы кто-то сделал это. Голодный человек думает, что мир вращается вокруг него. Голодный человек думает, что ты здесь для того, чтобы восполнить мои нужды. А довольный человек говорит, я здесь, чтобы послужить тебе, чтобы восполнить нужды других. Голодающий, одинокий человек всегда будет несчастным. А довольный, одинокий человек будет искать других людей, которым он сможет послужить. Благословить есть нечто привлекательное в довольном одиноком человеке и в довольном женатом человеке. Послушайте, если мы начинаем ходить с довольством, а не голодом, то у нас будет намного меньше хаоса и проблем в отношениях. Это послание нужно кому-то. Бабушка спросила меня, каково у тебя видение на брак? Она сказала, составь список, чего ты хочешь в жене, какой дом и сколько детей ты хочешь. Но не забудь написать, каким парнем будешь ты. Самая важная часть видения это не то, что ты хочешь, а то, кем ты будешь. Работайте над собой. Примите видение. Третье. Доверяйте Божьему времени. Божье время лучше нашего. Бог всегда знает лучшее время для исполнения вашего желания. Будь то повышение, брак, дети. Я помню, как в тот день, когда умер мой отец, я получил видение. Господь сказал, однажды ты станешь пастором Церкви Победы, но не сейчас. Пока служи маме, церкви и говори да на все, что она просит. Я помню, как принял это видение от Бога. Прошел год, моя мать не особо обращалась ко мне в тот год. У нее были другие люди, но под конец года она сказала, я хочу, чтобы ты начал помогать по субботам. Под конец 2010 года я начал проповедовать по субботам. Затем она сказала, я хочу, чтобы ты помогал мне с похоронами и свадьбами. Хорошо. Иногда мне будет нужна твоя помощь на пастерском. Все, что нужно. Мам, все, что нужно. Я подумал, интересно, а Бог обращался к ней, к членам совета. Мне не говорили об этом. И под конец 2011 года она сказала, я должна сказать тебе кое-что. Что? Она сказала, Бог сказал твоему отцу, что однажды ты станешь пастором победы. Он поделился этим с членами совета, а они со мной. Но я ощущал в духе, что время еще не настало. Он знал, что время не настало, когда он умер. Бог готовит тебя к этому. Наступит время, возможно, через 10, 15 или 5 лет. Тебе лишь нужно дальше расти в том, к чему тебя призывает Бог. Не растрать это время ожидания. Это время можно растратить, когда мы живем без цели, не доверяем Богу, мы делаем то, чего хочет наша плоть, довольствуемся желаниями, удовлетворяющими плоть, и нам всегда мало. Она сказала, работай над собой расти. Я помню, как в следующие годы говорил, Господи, я не хочу потерять это. Когда она рассказала мне, я поделился своим видением. Она сказала, это подтверждение, Бог обратился к тебе, верь, что его время лучшее. Иногда мы спешим к чему-то, а Бог говорит, если ты подождешь, я почищу этого человека, эту ситуацию, не спеши в отношениях, думая, что ты приведешь человека к Господу, в то время, как он не готов к новым отношениям, потому что прошел через болезненную ситуацию. Бог говорит, я убираю стол, он почти готов, просто подожди, сколько? Бог говорит, доверься мне, я делаю то, что ты не можешь, а если попытаешься, лишь усугубишь. Четвертое, чтобы перейти от голода к довольству, я должен жить самоконтролем. Галатам 5 говорит, не используйте свою свободу, чтобы следовать за всем, чего желает плоть, но служите друг другу в любви. Самоконтроль говорит, я не должен поддаваться плоти. А потворство говорит, у меня нет ограничений в том, чего я желаю. Если я хочу, делаю. Если желаю, получаю. Вот почему появилось движение «Я тоже». У людей не было ограничений. Мы живем в обществе, которое должно вернуться к самоконтролю. Потворство ведет к разрушению. Самоконтроль это плод, который развивается. Чем больше времени я провожу с Иисусом и Духом Святым, тем больше плод самоконтроля. Любовь, радость, мир, терпение, доброта, самоконтроль. Почему Ева взяла запретный плод? Почему Адам съел его? Потому что наши глаза всегда смотрят на то, что нельзя. Они всегда жаждут того, что запрещено. «Это мне нужно, я хочу, дайте больше, больше, больше». И чем больше получаешь, тем меньше этого хватает. Потворство приводит к разрушению, а самоконтроль приводит к прославлению Бога. Пятое. Чтобы перейти от голода к довольству, я должен позволить Богу удовлетворить желание моего сердца. Иисус хочет выполнить нужды и желание моей души. Он пришел, чтобы дать нам все необходимое. Павел сказал в «Римлянам 7». «Моя плоть жаждет того, что, как знает мой дух, мне нельзя». До того, как стать апостолом, Павел был террористом. Павел не был совершенным. Иногда мы смотрим на людей в Библии и считаем их идеальными, без проблем. Но нет. Он сказал, что проблемы реальны, жажда реальна. Я понимаю боль от голода, от того, что не получаешь желаемого. от желаний. Павел говорит, «Я часто борюсь с этим. Иногда у меня выходит, а иногда я умираю внутри, потому что есть желания, которые не исполняются. И эти желания накрывают меня». Павел говорит, «Бедный я человек». Это апостол Павел. И тут все должны сказать «Стоп!» Он не то исповедует. Он должен исповедовать, что лучшее еще впереди, что Бог не закончил работать с ним, что он глава, а не хвост, победитель. Павел говорит правду. Я постоянно сталкиваюсь с борением. Я хочу поступать правильно, но как только я ухожу из церкви, моя плоть снова хочет пончиков. Я должен пойти и съесть не один, а дюжину. А после дюжины, хоть мне уже плохо, я хочу еще дюжину. Понимаете? Если вы берете чипсы, то съедаете всю пачку. У кого такое было? Десять искренних людей сегодня. А в 25 стихе он говорит «Благодарю Бога моего, который дает победу Иисусом Христом, Господом нашим». Давид сказал так «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе». «Только ты можешь удовлетворить меня». Посмотрите на Иисуса, на Его чудесное лицо, и вещи этого мира померкнут в свете Его славы. Давид сказал «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Павел сказал филиппийцам «Я знаю, что значит быть в нужде, но я научился быть довольным в любых обстоятельствах». Я могу быть доволен даже когда шапончики передо мной, а я голоден. Я знаю, что значит быть в нужде, быть бездомным и жить в доме, который хотят все. Я знаю. Я научился быть счастливым, даже когда друзья ездят на новой машине, когда одна свадьба идет за другой, когда у кого-то рождается ребенок, а та семья переезжает в новый дом. Я знаю, каково это видеть, как желания людей исполняются в то время, как я голоден. Но я научился быть довольным. Я знаю секрет довольства, независимо от того, голоден я или сыт. Я могу жить в избытке или в нужде. Вот как это происходит. Я знаю, что значит быть в нужде, но я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Пончики выглядят хорошо, но я вижу, какие они. И когда наступит время съесть пончик и Бог даст его мне, это будет бонусом. А пока что я не умираю с голода. Я доволен. Поднимитесь на ноги, пожалуйста. Вы умираете с голоду или довольны? Как вы слышали сегодня, Бог не хочет, чтобы мы постоянно думали, словно упускаем что-то, умираем с голоду, лишены всего. Нет. Бог хочет, чтобы мы ежедневно приходили на пиры его благости, милости, благодати. Слово. В Писании я использовал пример своей собаки. Она постоянно приходит в дом и ворует еду у детей, словно мы не кормили ее. никогда не забывайте, что каждый день Бог дает вам все необходимое. Вам не нужно умирать с голоду, пытаясь выхватить что-то у мира, чтобы восполнить пустоту, которую может восполнить лишь Бог. Он хочет быть вашим источником. Помолитесь со мной сейчас. Иисус, спасибо, что тебя более чем достаточно для меня. ты можешь удовлетворить мою душу. Сегодня я принимаю твою любовь, твое довольство. Я отказываюсь жить в голоде. Я буду доволен во имя Иисуса. Аминь. Когда мы довольны, то более благодарны, добрее. Примите решение жить в довольстве. Люблю вас. Бог любит вас. И никогда не забывайте, что ваши лучшие дни впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова